ладно ладно давай не о смысле жизни больше вообще ни о чем таком лучше вот о том как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой санбукой и табаком в пятницу народу всегда битком и красивые пьяные и немы выбегают курить он в ботинках она на цыпочках босиком у нее в руке босоножка со сломанным каблуком а он хохотит так что едва не давится под и ком черт с ним с мироустройством все это бессилие и гнилье расскажи мне лучше о том как красивые и мы приезжают на юг снимают себе жилье как старухи передают ему миски с фруктами для нее и какое таксисты бессовестное жилье и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье деревянное от крахмала как немного им нужно счастье мое как мало расскажи мне о том как постигший важное одинок как у загорелых улыбки белые как чеснок и про то как первая сигарета сбивает с ног если ее выпурить натощак говори со мной о простых вещах как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом и как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве как заиндевевшим стекле автобуса протереть его рубок рукавом говоря о мертвом как о живом как красивые и не мы первый раз целую друг друга в мочке не смелы рабки как они подпевают радио стоя в пробке как несут хоронить кота в обыдной коробке как холодную куклу в тряпке как на юге у них звонит а они снимают трубки чтобы не говорить тяжело душа мама мама все в порядке как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами слишком чудесные и простые чтобы оказаться нами расскажи мне мой свет как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать и читает терезу батисту уставшую воевать закрывает глаза чтоб не зареветь и как люди любят себя по всякому убивать чтобы не мертветь расскажи мне о том как он носит очки без диоптрии чтобы казаться старше чтобы нравиться билетерше вахтерше или папиной секретарше но когда садится обедать с друзьями и предается сплетням он снимает их становясь почти 17 летним расскажи мне о том как летние фейерверки над морем вспыхивают потрескивая почему то одна фотография где вы вместе всегда не резкая как одна смс делается эпиграфом долгих лет унижения как от злости челюсти стискиваются так словно ты алмазы в мелкую пыль дробишки не почему мы всегда чудовищно переигрываем когда нужно касаться всем остальным счастливыми разлюбившими почему у всех кто указывает нам на место пальцы вечно сильнее сали почему с нами говорят на любые темы кроме самых насущных тем почему никакая боль все равно не оправдывается тем как мы точно они когда-нибудь написали расскажи мне как те кому нечего сообщить любят вечеринки где много прессы все эти актрисы мэтрессы праздные мудотрясы жалуются на стрессы решают вопросы наблюдать за тем как твои кумиры обращаются в человеческую труху расскажи мне как на духу почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса почему мы куски бессонного злого мяса или лучше от тех у мыса вот они сидят у самого моря в обнимку ладони у них в песке и они решают кому идти руки мыть и спускаться вниз просить ножек у рыбаков чтобы порезать дыню и ананас даже пахнут они гвоздика или анис совершенно не нами а значительно лучше нас я поздравляю всех женщин с праздником 8 марта дарю вам все эти великолепные цветы сегодня и стихотворение веры полосковой она необычная но надеюсь что вам понравилось и вас затронула так же как и меня хотя стихотворение неоднозначное и читать его очень очень трудно друзья всех я вас еще раз поздравляю с праздником желаю всем женщинам быть любимыми красивыми желанными желаю всем здоровья душевного тепла счастья и ваших родных и близких рядом с вами всегда желаю всем женщинам быть любимыми красивыми желаемыми желаемыми желаемые 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 Продолжение следует...